Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, друзья, мне говорить с одной стороны очень трудно, с другой стороны очень легко. И позвольте начать наш сегодняшний день с фильма, который был посвящен 85-летию со дня рождения Михаила Лазаревича. И представьте себе, что мы находимся 5 лет назад, даже уже 6 лет назад, и мы увидим тот фильм, увидим глазами его Михаила Лазаревича. Судьба некоторых счастливых людей складывается таким удивительным образом, что практически каждая веха их жизни проходит в унисон с жизнью их страны. И по фактам их биографии можно восстанавливать историю всего государства. Или историю того учреждения, которому они посвящают лучшие годы своей профессиональной деятельности. Именно к таким людям относится полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат государственной премии Михаил Лазаревич Гершанович, имя которого весь медицинский мир ассоциируется развитием химиотерапии злокачественных опухолей, а также научного и клинического направления в отечественной онкологии. Демобилизовавшись в 1961 году из главного госпиталя Краснознаменного Балтийского флота, где прослужил в должности терапевта, заведующего отделением почти 15 лет, Михаил Лазаревич связал свою медицинскую судьбу с Институтом онкологии, последовав за своим учителем, профессором Николаем Васильевичем Лазаревым, под руководством которого им была защищена кандидатская диссертация. Он начинал работать младшим научным сотрудником в то время, когда еще консультировал больных Николай Николаевич Петров, активно работал Александр Иванович Раков, а директором был Александр Иванович Серебров. В институте было всего три отделения – параганное, гинекологическое и абдоминальное. Гершанович консультировал всех больных, а попутно изучал химиотерапию. В 1964 году НИИ переехал в мяре корпуса в поселке Песочный, и с этого времени началась новая история и института, и терапевта-анколога Гершановича. В 1965 году он получил свое отделение лекарственной терапии. Химиотерапия в те годы была в зачаточном состоянии, препаратов было мало, и выбирать было особо не из чего. Тем не менее, многое у Гершановича и его коллег получалось уже тогда. Прежде всего, в области борьбы с лимфомой Ходжкина. Многие из пациентов Михаила Лазаревича, страдавшие этим недугом, живут после лечения уже 30 лет и более. Всю свою научную и практическую деятельность Михаил Лазаревич посвятил поискам новых методов лекарственного лечения злокачественных опухолей и средств профилактики химии и гормонотерапии. В докторской диссертации «Лекарственное лечение местных лучевых повреждений у онкологических больных», которую Михаил Лазаревич защитил в 1978 году, он раскрыл возможность применения некоторых противовоспалительных средств, в том числе 4 метилурацила, резко стимулирующих репаративную регенерацию тканей. Михаилом Лазаревичем был разработан способ лечения локальных осложнений после радиотерапии. Данные научного наблюдения продолжились более 15 лет, но в итоге была получена методика, спасающая 75% ранее полностью инвалидизированных больных. Среди пациентов Гершановича было немало знаменитых россиян, но он в равной степени ответственно подходил к лечению каждого пациента. И так уж получилось, что Михаил Лазаревич стал своеобразным монополистом в изучении лимфом Ходжкина, поднявшись на недосягаемую для многих высоту в области химиотерапии. Предложенные новые программы комбинированной химиотерапии и химиолучевого лечения лимфогранулематоза позволили значительно повысить эффективность лечения генерализованных форм заболевания. Среди злокачественных заболеваний, результаты лечения которых удалось улучшить благодаря программам комбинированной химиотерапии и гормонотерапии, разработанным Гершановичем, меланома, рак молочной железы, легких, желудка и почек. Михаил Лазаревич принимал активное творческое участие практически во всех клинических испытаниях отечественных и зарубежных противоопухолевых препаратов. За годы работы изучено более 130 противоопухолевых и 25 вспомогательных препаратов, большинство из которых прочно вошли в онкологическую практику и были включены в государственный реестр лекарственных препаратов. Гершанович разработал методологические подходы к химио-гормонотерапии рака, обеспечивающие безопасность больного и объективность результатов лечения. Им изучено возможное осложнение лекарственной терапии опухолей и созданы методы их предупреждения и коррекции. Результаты данной работы он обобщил в монографии «Осложнение при химио- и гормонотерапии», а свою систему коррекции патологических синдромов, сопровождающих распространенный опухолевой процесс, Михаил Лазаревич изложил в монографиях «Симптоматическая терапия больных злокачественными образованиями в далеко зашедших стадиях» и «Симптоматическое лечение при злокачественных образованиях». Благодаря Гершановичу удалось внедрить в практику российского здравоохранения рациональные методы лечебной помощи онкологическим больным. За клиническую разработку и внедрение в медицинскую практику новых эффективных методов лекарственной терапии злокачественных опухолей Михаил Лазаревич Гершанович в 2001 году был удостоен Государственной премии Российской Федерации. Михаил Лазаревич – автор более 600 научных трубов, многие из которых опубликованы в зарубежных изданиях. Он создал научную школу, ориентированную на постоянный поиск новых методов и средств лекарственного и комбинированного лечения опухолевых заболеваний. Под его руководством защищены 20 кандидатских и 3 докторских диссертации. Традиции этой школы полностью воплощаются сегодня в научном отделе терапевтической онкологии НИИ имени Петрова, которым по сей день руководит доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат государственной премии, академик Российской академии естественных наук, академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, член редколлегии журнала «Вопросы онкологии», полковник медицинской службы Михаил Возрилович Кишанович. Глубоко уважаемые коллеги, конечно, хотелось бы прежде всего выразить глубокую признательность за тот сохраненный видеоматериал нашей дирекции института и, конечно же, прежде всего, сыну Михайловича Дмитрию Михайловича, который присутствует сегодня здесь и приложил большие усилия, чтобы сохранить эти фотографии и предоставить их для данной презентации. Михаил Айзеревич, хотя мы все тепло его называли Михаил Айзеревич Гишанович, родился 18 сентября 1924 года в селе, в городе Прилоке Черниговской области, в простой рабочей семье. Буквально через несколько лет семья переехала в Ленинград. Дядя и его жена были врачами, и Михаил Айзеревич с детства окружал дух врачебной профессии. С 1942 года по 1947 годы прошли у Михаил Айзеревича военно-морской медицинской академии. Затем Михаил Айзеревич был распределен в главный госпиталь краснознаменного Балтийского флота города Таллина. В 1954 году состоялась защита кандидатской диссертации по клинической фармакологии. А в 1961 году после демобилизации Михаил Айзеревич приходит в институт онкологии, последовав за своим учеником, профессором Лазаревым, отказавшись от должности руководителя терапевтического отдела акушерства и гинекологии Академии медицинских наук. И с этого момента вся жизнь, весь его творческий, научный и врачебный путь был неразрывно связан с институтом онкологии. Институт онкологии, носящего имя Николая Николаевича Петрова, профессора военно-медицинской академии, военно-полевого хирурга, доказавшего необходимость выделения онкологии в самостоятельную дисциплину и опубликовав первую монографию, посвященную общему учению об опухолях. 15 октября 1926 года на базе больницы Мечникова, бывшей больницы Петра Великого, было организовано онкологическое отделение на 100 коек. Уже через год был организован научно-практический институт онкологии Ленинградского городского отдела здравоохранения. В 1935 году данное учреждение стало носить название научно-практический институт онкологии Народного комиссариата здравоохранения Российской Федерации, а в 1964 году научно-практический институт онкологии Российской Академии наук переезжает в поселок Песочный. И уже с 1966 года научно-практический институт онкологии имени Николая Николаевича Петрова прикреплен к Минздраву Советского Союза и становится главным учреждением Советского Союза. Михаил Иванович Гишиноч прошел путь от ученика, от слушателя, курсанта военно-морской медицинской академии до руководителя химиотерапевтического отдела научно-исследовательского института. Хотелось бы сказать, что неразрывно жизнь великих ученых нашего института связана с военно-медицинской академии. И, наверное, не случайно. Сергей Петрович Боткин, профессор и руководитель кафедры академической терапевтической клиники Петербургской тогда медико-хирургической академии, отец пяти сыновей, один из которых добровольно разделил судьбу Николая Императора нашего и был расстрелян. И именно Сергею Петровичу Боткину принадлежит тот постулат, гласящий «Лечить не болезнь, а больного». Именно тому постулату, который всю свою жизнь следовал Михаил Ильич Гершинович. Этот постулат звучит следующим образом. Представляющийся больной есть предмет вашего научного исследования, обогащенного всеми современными методами, собравшись сумму анатомических, физиологических и патологических фактов. И вы должны научиться рациональной практической медициной, которая изучает больного человека и отыскивает средства к облегчению его страданий. Уже тогда были заложены принципы индивидуализации лечения. В 1978 году после достаточно упорной работы Михаила Ильича Гершиновича была защищена докторская диссертация, посвященная лекарственному лечению местных лучевых повреждений у онкологических больных. Результат 15-летней работы – оригинальные способы лекарственной терапии с синтетическими перемединами локальных осложнений радиотерапии, тяжелых лучевых повреждений прямой сигмовидной кишки, легких, мочевого пузыря, влагалища, вульвы и кожи. За это было получено авторское свидетельство на изобретение. Михаила Ильича Гершинович заложил основы лекарственного лечения, принципиально направленного на улучшение качества жизни больных, злокачественной лимфопролиферативными заболеваниями и солидными опухолями. Известный труд, который фактически лег в основу симптоматической терапии, который является классическим трудом, всеми цитируемый. Это, безусловно, монография, посвященная симптоматическому лечению больных злокачественными образованиями в далеко зашедших стадиях. Михаила Ильичу принадлежат слова. В последние десятилетия химиотерапия развивается очень бурно. Созданы препараты, резко увеличивающие эффект лечения. Но надо помнить, хотя химиотерапия штука важная, она не решает всех проблем. Поэтому нужны новые методы терапии опухоли, а также средства профилактики и коррекции осложнений, направленные в том числе и на улучшение качества жизни онкологических больных. Многолетние успешные клинические исследования в области новых методов лекарственного лечения злокачественных опухолей. Изучены более 130 противоопухолевых и 25 вспомогательных препаратов. Михаил Ильич Гершинович входил и являлся членом проблемной комиссии по лекарственной терапии при научном совете по раку президиума Академии медицинских наук Советского Союза. Врач от Бога, лечивший генерала как солдата и солдата как генерала. Много лет Михаил Ильич являлся лечащим врачом 12-го чемпиона мира по шахматам Карпова. Внимательный и требовательный к своим ученикам, всегда искренне радовался их успехам. Михаил Ильич был трогательный и с большой любовью относился к своему сыну и внукам. И хотелось бы сказать, что вся химиотерапевтическая общественность с большой любовью и с большим вниманием всегда относится к Михаил Ильичу. И буквально к 90-летию со дня рождения выдающегося исследователей-конденсиста газета «Русска» опубликовала большую статью, посвященную жизненному пути Михаила Ильича Гершиновича. В прошлом году состоялась лекция памяти профессора Михаила Ильича Гершиновича на Российском онкологическом конгрессе, посвященная качеству жизни как принципиальному критерию эффективности лечения онкологических больных. В журнале «Вопросы онкологии», в Всероссийском журнале «Онкология» также большая статья, посвященная памяти Михаила Ильича Гершиновича. Конечно, наука требует от человека всей его жизни. И Михаил Ильич Гершинович, являясь основоположником Петербургской школы химиотерапии, руководитель, ученый, химиотерапевт, учитель и человек от Бога, автор около 600 научных трудов и 12 монографий, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель, лауреат государственной премии Российской Федерации, член редколлегии журнала «Вопросы онкологии», член Всемирного клуба «Петербуржцев», подполковник в отставке, проработав неонкологией более полувека до последнего дня, являлся руководителем отдела терапевтической онкологии. Михаил Ильича нет с нами уже более полутора лет, но дело его живет, память о нем живет и будет жить в его учениках, соратниках и друзьях. Я благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ